приветствую вас друзья мои и гости канала вы на канале антонина абрамкина друзья мои я переименовал свой канал на антонету gold оцените сегодня у нас тема необыкновенная вы уже наверно догадались по этим фигуркам что приближается день святого валентина 14 февраля но даже не в этом суть суть в том что идет уже со 2 февраля соединяются две важные планеты которые отвечают у нас и за любовь и за деньги и за нашу активность и за движение и которые энергию это венера и марс и представляете именно в день святого валентина я сейчас покажу на карте звездного неба как это выглядит эти две планеты соединяются в одном градусе передо мной эта карта сейчас шестнадцатом градусе вот вчера сидела хорошенько все посмотрела и решила записать видео и обратиться к венере и к марсу с вопросами которые нам наверное не безразличны каждому независимо от нашего возраста и любовь и деньги и отношения и взаимоотношения в общем все это они вот эти два любезных скажем создание венера и марс они влияют на нашу судьбу то есть как я уже сказал со 2 февраля и они они начали приближаться но 14 февраля день всех влюбленных не забудьте уделите внимание своим близким своим любимым и расскажите о своих чувствах о своих скажем не стесняйтесь вернее своих чувств и скажите своим любимым я тебя люблю или как сделайте небольшой сюрпризик для того чтобы ваш любимый человек на это обратил внимание так вот кто это такая венера венера это любовь и деньги это много нежности венера любит когда все красиво поэтому дарите цветы а ну я не обязательно говорю про подарки сейчас а просто сделать знак внимания сердечко розовенькое подарите любимому человеку или положить в кармашек чтобы не заметненько то есть это тоже приятно венера это венера это флюиды и ну еще раз говорю это отношения венера тоже влияет на наши долгие отношения и а марс это венера горит я хочу так хочу сяк а марс говорит а что же сделать для того чтобы дать это что хочу и вот это у у нас в наших головах венера и марс в данный момент будут влиять и каждый из них будет говорить я хочу а другой то есть полушарий наши да марс и венера они будут говорить как это все получить и использовать марс и венера сейчас данный момент соединение как в козероге а козерог это у нас еще и сатурн это честное отношение это кто-то пойдет и зарегистрирует наверное свой брак это будет долгий брак долгими отношениями и отдаляться 29 марта начнут вот и марс и венера начнут в шестом градусе они вот я смотрю начнут отдаляться то есть у вас есть весь февраль еще и даже до 29 марта улучшить взаимоотношения если вы отношениями дорожите значит боритесь за свое счастье если отношения не развивает я вот повторяюсь для тех кто первый раз смотрит мой канал то отношения если не развивает один болото тянет на дно а другой хочет как птица в новом полете к новым свершениям если вы не на одной частоте то отношения они разрушаются друзья мои если вам нравится мой канал обязательно поддержите канал и подпишитесь я очень стараюсь для вас работу и информацию но об этом не нужно говорить вы и сами понимаете что это не пятиминутная работа чтобы каждый знак рассмотреть и вам выложить информацию ту которая будет полезна для вас пожалуйста поддержите канал подпишитесь будем рады очень новым друзьям так вот когда планеты будут отдаляться 29 марта в шестом градусе водоле то вот здесь уже какие-то скажем напряженные аспекты могут начаться но не об этом сейчас вот а по юпитеру в рыбах юпитер в рыбах это чувство это опять же рыба это уже у нас нептун и здесь эмоции вода это эмоции и юпитер находясь в рыбах он немножечко ослабленный конечно все таки когда мы ныряем в воду у нас голова не очень соображает но юпитер в рыбах это тоже его вторая обитель поэтому здесь ждите подарки и ярких эмоций и ярких скажем встреч знакомств которые могут проиграться по юпитеру в вашем знаке и это путешествие это приятное путешествие это знакомства могут произойти вот именно в этот период в путешествиях март месяц он вообще будет прекрасный в плане путешествий вот я уже тоже запланировал поездку на март месяц потому что февраль он активный он нас заставляет действовать а в марте вот потому что там эти планеты которые все соединяются пять планет в козероге и в рыбах нептун и юпитер они нас будут предрасполагать к отдыху вот независимо от того что не летний период у нас есть замечательные места это кисловодск ну то есть кому куда больше нравится вот ну и дальше 24 февраля Венера соединится с плутоном плутон это у нас власть это у нас очень сильные мощные влиятельные скажем персоны которые рядом могут оказаться так вот Венера она соблазнительница и блудница великая еще так это может соблазнить миллионера вот девочки берите на заметку вот и здесь вот Венера и плутон а плутон у нас как обитает в скорпионе это страсть это страсть та которой человеку очень сложно устоять и это и секс ну и потом 28 марта Венера Марс Луна и Сатурн это вот день проверки отношений то есть для того чтобы как как использовать это время по Марсу больше силы и действий и у всех будет желание действовать что-то поменять что-то изменить так вот соберите все свое внимание и отправьте этот запрос во Вселенную то что мы делали в декабре уже перед Новым годом весь январь и здесь вот эти планеты сейчас еще раз сконцентрируйтесь и отправьте важное что вот внутри вас уже как собралось это желание вот это еще раз отправьте во Вселенную ну я вроде бы понятно объяснила и все это я вижу на карте звездного неба могу показать как это влияние выглядит для каждого знака мы сейчас расскажем каждому знаку показывать не буду а начнем с водолеев водолеи у нас в вашем знаке все происходит сейчас у нас именинники водолеи солнце находится водолеи и посмотрим три колоды карт я приготовила для водолеев что скажут Венера и Марс в плане денег в плане отношений и я буду показывать открытки как всегда чтобы вам было если некогда я же вступление долгое делаю конечно я хочу чтобы до вас донести дошло чтобы что эти дни очень важные и не показала наверное соединение то что происходит вот в Венера и Марс в шестнадцатом градусе Козерога и очень красиво выглядит с узлом будущего в хороших аспектах это все выглядит с с новыми начинаниями вот эти сплошные треугольники с треугольником это говорят вот они о том что очень хорошее влияние идет на и это проиграется на каждый знак зодиака в хорошем как влиянии я смотрю и по Юпитеру сразу и по как как это выглядит на звездном небе так вот давайте посмотрим начнем как я уже сказала с водолеев колесо года первой колоды карт и что здесь как какая карта здесь выпадет к водолеям водолеи ну здесь выпадает сразу карта десятка мечей но здесь эта карта говорит то что вас беспокоило то о чем вы переживали и это говорит что в вашей жизни совершенно новый этап как было не будет разрушается старое что-то такое вот может быть выздоровление может быть как одиночество закончится и вы вообще совершенно новый цикл вашей жизни начинается вторая колода у меня второго волшебников мы сейчас объединим сейчас что они говорят вот пожалуйста это как раз вот я даже уже не глядя сказала что заканчивается период может бедности может одиночество может то есть вот это безденежие или болезни или то что вот то что вас не удовлетворяло все уходит в прошлое настал новый этап и исполнение ваших желаний видите вы здесь уже на троне это касается не только в плане финансов все таки король чаш это король кубков это говорит о том что видите он бинокль держит и здесь золотые рыбки и котик ваш преданный чипсик рядом сидит и готов вам как-то служить и помогать но так или иначе это путешествие новый мир и в новое то ваше будущее там где вам будет комфортно и золотой трон это и может быть вы уже по статусу выросли мастерства и на вас будет возложены какие-то обязательства управлять коллективом но в любом случае это может быть переезд это что угодно в вашей жизни ой там даже видите русалка и дельфины прыгает это говорит о том что вот гармония в душе и полное удовлетворение но я сегодня еще приготовила еще одну колоду карт это ангелы и боги богини вот здесь я решила сегодня тоже вытаскивать одну карту для каждого знака зодиака посмотрим какая здесь выпадет карта богиня священной мощи вас призывает взять на себя роль лидера посмотрите вот как как бы надо лучше дальше некуда вот действительно вот заканчивается период тогда когда вас что-то в жизни мучило думали когда же это произойдет вот эта встреча новая любовь новые отношения финансовое благополучие дом семья образование семьи и вот эта карта она не такая конечно красивая но так автор решил что так выглядит богини священной мощи и здесь открывается третий глаз еще даже я сама щих не рассмотрела я так редко ими пользуюсь но здесь это говорит видение всего вашего будущего и видимо видение вашего мира и роль лидера в общем ответственность ответственность полная ответственность и все три карты говорят о новых перспективах вот так выглядит звездное небо и вот такой ответ это говорят венера и марс для водолеев дальше смотрим рыбы какие карты выпадают вам дорогие друзья посмотрим для вас как это будет выглядеть так 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 король пентаклей король пентаклей это тоже прекрасная карта это финансовое благополучие по венере и и дальше здесь следующая колода это двойка мечей это куда вы метнете свой меч посмотрим и третья карта ангелы и боги ангел поддержки вселенной услышала вас безмолвный призыв о помощи ох рыбы наверное что вы просите от вселенной и это это будет услышано это ответ того что значит надо вымаливать просить и вы действительно будете услышаны но это говорит о перспективах так же как и водолей видите там король чаш здесь король это говорит тоже о финансовом благополучии но это выбор еще двойка мечей это выбор куда вы хотите вот вам здесь наверное вселенная говорит чтобы вы определились а что вы хотите куда вы хотите с кем хотите и вот это главная карта которая говорит о том что ваш безмолвный призыв вселенная услышала и видите она здесь серебряные и золотые нити посылает вам ваш ангел это новые связи новые отношения новые перспективы финансово это договора контракта может быть и здесь будут перспективные предложения и вы наверное соблазнитесь на какое-то предложение то есть это еще раз говорит о том что вы наверное проявите свои услуги и будете востребованы в том что как будете действительно услышаны вселенной дальше у нас идут овны сейчас покажу овнам открыточку что у нас карты говорят овнам так день влюбленных венера и марс марс ваш управитель а я ее вытаскиваю только что вытащила водолеем эту карту ну вот что ж бывает так у меня когда одни и те же выходят карты и перетусовы обязательно но почему-то рука их находит значит тоже какой-то период заканчивается и период судьбоносный у вас дорогие мои уволны какие-то перспективы и действительно я вот смотрю карту звездного неба и и и по юпитеру смотрю и чтобы правильно сказать так дальше десятый дом ну конечно ангел вселенной вас призывает расширить свое мышление но это вот новая перспектива овны наверное хотят с чем-то разобраться в жизни и вот здесь судьба даст им шанс и вселенной поддержит видите здесь как бы это то что вы думаете то что вы планируете и вселенной также вас слышат и здесь у вас появится шикарная возможность если вселенной поддержит то о чем вы замыслили и какие-то действия тоже кардинальные перемены но они будут очень такие красочные новый путь который вы откроете видите здесь он в дудочку играет это мелодия звука и который мы не слышим но она внутри вас то есть внутри вас какая-то готовность того что вы ай вот все 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 вот уже вот 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 уже начинается и об этом вселенной нам и говорит что все в вашей жизни начинается вот как петь от счастья и от души исходит вот эта мелодия что наконец-то свершил и что-то в жизни поменялось это касается и как я сегодня сказала венера и марс и активных действий марс это ваша планета и марс сейчас находится в козероге это сатурн конечно это профессиональная сфера деятельности которую вы занимаетесь или ваш бизнес начнет открывает новые направления то куда вы сконцентрировали внутренне свое желание и если вы хотите взаимоотношения то есть хоть во взаимоотношениях хоть финансовых будут получать все это как-то повлияет на вашу судьбу с новыми перспективами и начинаниями дальше у нас идут тельцы посмотрим тельцам какая карта выпадет здесь тельцы у вас все таки так как венера и марс они находятся в козероге для вас это девятый дом интернет и девятый дом это дом юпитера юпитер в рыбах это ждите подарки это брак отношения это ангел видите новое что-то вам вселенная приготовила ваш ангел-хранитель вас так оберегает и готовит вам подарки вы этого заслужили дорогие тельцы конечно здесь тем более узел будущего с 18 января вы попали уже на ось тельца и скорпиона и здесь представляете вот такая карта выпадает и это ось ось обладания это значит и материальное благополучие и то о чем вы так мечтали о колеснице это новый путь ну давайте мне уже не терпится быстрее с этой колоды вытащить что же тут боги то нам напророчили ангел появления настало время появиться вашему истинному я так красиво я так рада за вас дорогие мои тельцы эти три шикарные карты которые выпадают вас и на день влюбленного и на тот момент когда целый месяц будет судьбоносный там где соединяется марс и венера венера это ваш управитель дорогие мои тельцы марс это овен но овен здесь как по марсу я говорю движение заставляет марс вас двигаться и открыт путь к новому чему-то новому радостному и впереди ведет ваш ангел хранитель это наши наставники которые ведут нас по жизни и они уже приготовили вам и процветание и любовь и очень прекрасная для вас посмотрите бабочки это весна весна наверное вашей жизни значительно раньше настала нежели мы ее дождемся по погодным метеусловиям но у вас в душе все поет у вас весна вас любит вселенная ваша венера конечно она вам все приготовила и в плане финансов и в плане семьи отношений путешествий переезд это все для вас дорогие тельцы желайте и ваш ангел хранитель вам уже это все приготовил но такие красивые карты я даже не хочу убирать но просто шикарно выглядит для вас звездное небо на тот момент тогда когда венера и марс приготовили они тайну какую-то для вас приготовили хорошую сюрпризы наверное такие шикарные будут для вас весна ах весна дальше мои дорогие близнецы что же для вас тут близнецы приготовила вселенная близнецы для вас восьмой дом конечно но целых полтора года в вашем знаке вы были в узле будущего да и вас жизнь готовила к новым переменам к новым перспективам на каких событиях она вас подталкивала мы сейчас узнаем императора бог боже это такая главная карта с этой колоды посмотрим какая карта карта жрица магия ой 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 тайны и это интуиция ну вас над вами боги поработали и бог с нисходительностью все нормально перестаньте себя казнить ой ну что это такое но одни боги сплошные но все таки мы сегодня к богам обращаемся и этот серьезный бог который с нисходительностью все нормально перестаньте себя казнить вы себя критикуете наверно очень много перестаньте вот все перестраховывать так анализировать я понимаю меркурий уже со вчерашнего дня развернулся в прямое движение вы и так активные у вас пока меркурий был ретроградный вам наверное дают время поспать отдохнуть проанализировать вот теперь у вас вы уже отдохнувшиеся полны идей меркурий развернулся в прямое движение и вы для себя какую-то идею здесь призадумали здесь карта бога говорит ну что ж начинаем активно действовать и то есть живите сердцем и куда вас направляет боги вселенная и какие встречи это как я сказала обратите внимание на тогда когда с 24 февраля как раз отмечаем мужской день праздник Венера соединяется с Плутоном Плутон это страсти это секс не просто с другом или с кем-то но здесь неожиданные встречи знакомцы с влиятельной персоной с важной персоной может даже здесь произойдет какой-то договор тайный договор может этот человек будет любовный треугольник что ли ну в общем смотрите что жизнь вам предлагает в этот период будет судьбоносным для вашей же либо карьеры либо то есть этот человек что-то поменяет вашей жизни конкретно но вы вам это понравится вы этого ждали и может быть вы отправите путешествие и там состоится знакомство ну дальше у нас посмотрим раки раки вам какая карта выпадет и первые колоды колесо года сейчас посмотрим раком что здесь король мечей ну здесь страсти кипят и с человеком какой-то важной персоной раз он меч держит книгу держит это человек который может в налогове работает или в суде где-то работает это вот какой-то либо это разбирательство какое-то либо это документы туз мечей я удивляюсь для вас дорогие мои раки и следующую карту мы вытащим чтобы общую информацию так сказать и ангел поддержки вселенной услышала ваш безмолвный призыв о помощи точно так же как вот кому-то сегодня уже выпадало это в начале нашего расклада посмотрите дорогие мои раки вот этот человек который в вашей жизни появляется он немаловажную роль играет то есть у него есть связи у него есть контакты там где он может вам помочь документально решите то есть тоже судьбоносную роль сыграет либо помощь как с перспективом то есть перепишет книгу судьбу какую-то вашу но она будет то есть с переходом на другую работу с карьерной вершины потому что рядом стоит карта туз мечей вселенной видите здесь птицы птицы голуби это помощь действительно и эта карта бабочка видите ангел бабочка она золотые нити придет для вас это судьбоносные золотые нити то есть период который в вашей жизни перспективно начинается это может быть соотношение с человеком который вам поможет и поменяет кардинально вашу жизнь небеса открывает новую сцену жизни и это вам нравится потому что здесь голуби то о чем вы мечтали исполнится ваше желание и ваши намерения о которых и все это под влиятельной поддержкой этого человека даже эта карта говорит ангел поддержки и вы то о чем внутри вот вас беспокоило тоже что получится когда это про перемены произойдет вот они тоже этот период наступает то есть видите здесь и действительно февраль и март они тоже будут для вас судьбоносные и встречи и перспективы которые вселенная для вас приготовила но вы этого ждали дальше у нас львы посмотрим сейчас львам какие карты выпадут для что скажут венеры и марс но видите здесь все происходит так что все идет все таки под влиянием сатурна сатурн ох он такой вот медленная планета но она очень строгая серьезная и если здесь договора и контракты то они будут долгими и здесь помощь как говорится идет такая связанная с документами с работой с перспективой выздоровление то есть в любом случае здесь будет хороший результат посмотрим для вас львы карта мага львы поздравляю для вас выпадает карта мага здесь с этой колодой мы сейчас вытащим какую-нибудь карту что она скажет эта карта подтвердит рыцарь мечей ой полет полет какой-то одни беркуты орлы летает вокруг вас это бог снисходитель все нормально перестаньте себя казнить но тоже вот сейчас кому-то на эту карту выпадал но начнем общий прогноз здесь говорит о том что волшебным образом дорогие мои львы состоится то о чем вы мечтали наконец-то произойдет то о чем вы мечтали это и встречи и любовь и все-таки здесь бог говорит все нормально не переживайте ваши планы не неожиданно осуществятся или будет новый способ для осуществления того о том как вашего желания и этот карта бога говорит вы перестаньте внутренне переживать значит что-то произойдет такое волшебное о котором вы будете просто радоваться и восхищаться то что произошло вот вот такой случайности то что вы не так как загадывали не так как вы думали а именно по случайным событиям что произойдет исполнение ваших целей и желание либо это неожиданная встреча либо это неожиданная поддержка в ваших планах и проектах и это будет состоится так я ну да шестой дом дом работы здесь как и это может быть даже может быть даже служебный роман если венера и марс то здесь может быть служебный роман вот ну дальше деву посмотрим ну у вас девы дорогие мои это пятый дом это пятый дом у нас дом любви отношений дети закончится ваш одиночество пятому дому это новая встреча а юпитер в седьмом доме это одна дом как партнерские взаимоотношения ну это точно у кого-то будет свадьба наверное давайте посмотрим карты кто-то скажет венера ну конечно любовь выходите замуж быстрее дорогие мои девы это карта императрица и с этой колодой посмотрим как это сама венера которую мы спрашиваем и очень приятно плутон выходит здесь вот и следующая карта ну плутон важную роль наверное сыграет в вашей жизни сейчас посмотрим сейчас посмотрим какая карта богини красоты точно венера вы замечательное существо света ничего не нужно менять или исправлять ой как красиво вы замечательное существо света ничего не нужно менять или исправлять ой какая красивая карта я даже не видела что у меня есть такая красивая карта в колоде у меня знаете сколько колод у меня пять ящиков карт вот и даже не знаю какие есть каких нет ну девы мои дорогие ну вот такие карты вот представляете венера и можно сказать ну это конечно не марс это плутон плутон выпадает это страсти кипят с очень влиятельной персоной плутон это у нас как я в начале уже разговор сказал это важная персона страстная персона человека который обладает такой мощью и и финансовой и любовь и здесь и страсти будут кипеть как любит это венера дорогие мои девы знакомьтесь знакомьтесь и это незабываемые встречи могут не только из романтических перерасти в серьезные отношения так что не бойтесь девы они все время анализируют все время критикуют ну позвольте быть счастливыми и позвольте вот просто как отдаться в руки вселенной и пусть она делает что хочет но она сделает все вашу пользу то есть будете вы радоваться посмотрите богиня красоты вы прекрасно действительно вы будете очаровывать эти персоны будет предложение и в этом конечно вы как обольстительницы великие и сейчас спрашиваем венера и марса и здесь такой ответ даже там во вселенной богиня красоты которую вот здесь я не налюбуюсь вот и говорит вы замечательное существо света девы мои хорошие и здесь вот это знакомство будет обязательно судьбоносным я вас поздравляю мои дорогие девы императрица никому не выпала а вам выпала эта карта сегодня и очень замечательные карты и очень замечательные перспективы это карта судьбоносных встреч и которые кардинально изменят и в профессиональной сфере и как в партнерских взаимоотношениях и и смотрим дальше весов так дорогие мои весы ваш черед какая карта выпадает вам сейчас мы узнаем королева мечей весы где ваша богиня венера вот настолько серьезные вы стали дорогие мои весы хватит взвешивать анализировать как девы уже стали вот все взвешивает анализирует девятка жезлов вся в работе да вот и все таки какая карта из колоды богов какой знак вам сейчас выпадает так посмотрим ангел союза партнерство получила благословение и будет чрезвычайно успешным ой какая хорошая карта весы я прям вот эти даже карты не хочу комментировать уже но это говорит о том что вы ваших знакомств в отношениях вы много анализируете или много уже терпите вот эти вот если по этой карте девятка это карта результата девятка жезлов это может быть хватит себя растратить уже вы много лет потратили на то что вы даете объяснение например вашему любимому человеку или супругу которого оправдываете ну что же все так живут и я так живу да может быть хватит уже вот это вот оправдывать потому что вы его в очередной раз оправдываете уберите это оправдание позвольте себе жить счастливо в новых отношениях и как в начале разговора я сказала если отношения не развивают и вы сама карабкаетесь наверх а тут кто-то постоянно вас тянет вниз это не отношения это на разных частотах на разных вибрациях то ваш союз ни к чему не приведет хорошим вот это новые отношения новый союз который позволит вам быть счастливыми а не бороться с тенью с той с чем как вас не сможете вы это поменять следующее может быть здесь подсказка быть того что решаться какие-то юридические вопросы в плане жилища потому что все таки это здание замороженные документы которые заморозились может быть это ипотека и вот здесь найдется решение но я сегодня не хотела об этом говорить я только хочу сказать так как марс и венера соединяется и день святого валентина все таки больше хочу говорить о взаимоотношениях и о любви и у вас это четвертый дом все таки но придется сказать и вам выпадает карта недвижимости и но для кого-то это семья замужество это вы закончится ваше одиночество и ваш любимый человек скажет давай поженимся и вот это новый этап видите партнерство получило благословение и будет чрезвычайно успешным то есть боги благословляет вас человеком и к новым отношениям к новой любви это конкретно союз это семья это начало новых отношений то есть и это ваш статус меняется супруга или жены и это приятные новости вот по четвертому дому конечно по-другому и быть не может дальше у нас скорпионы посмотрим что какие карты вы вы подойдет скорпионы так колесо года король чаш это тоже хорошая уже подсказка король чаш сегодня никому не выпал скорпионы вам выпадает король чаш здесь пятерка кубков это тоже пора менять в отношениях что это новые знакомства и ваше одиночество раскрасят новые отношения новая любовь и из этой колоды мы сейчас вытащим тоже одну карту выходи какая-нибудь карта и это богиня единства то кого вы любите в данный момент с нежностью думает о вас вот это да вот это говорит о том что действительно соединятся сердца и с одиночеством будет все покончено это может быть знакомство на море на отдыхе и король чаш но это не обязательно на море может с соседнего подъезда человек давно вздыхает о вас и думает как с вами познакомиться и тоже ждет сделайте первый шаг если вы это чувствуете что вы кому-то интересно и вы уже как видите что вам этот человек нравится сделайте первый шаг тогда потому что здесь вы два человека думаете друг о друге либо же это состоится новые знакомства новые встречи и вы сразу поймете что вы родственны по духу и вы давно друг друга искали и это объединит вас ваши сердца замечательные карты это может быть свадьба это может быть замужество все что угодно но все я сегодня рассматриваю по Венере и по Марсу именно отношения и взаимоотношения дальше у нас стрельцы посмотрим где ваш амур выстрелит и как он выстрелит в каких направлениях вам выстрелит сейчас посмотрим карта 보이는 карта башня очень интересно ну просто очень интересно то есть неожиданная неожиданная пока яка карту вытаскиваю неожиданная королевы пентакли ура это неожиданное произойдите знакомства встреча но это бизнес лидер сяcía Там, где вы или бизнес-партнер, там, я еще не вытащила эту карту, богиня природы, вы пожинаете то, что посеяли. Ваша мечта начинает приносить плоды. Вот здесь Пентакль Соломона даже наверху. Богиня природы. Вот это да, вот это поддержка. Дорогие мои стрельцы, вот здесь эта карта башни говорит тоже неожиданное то, что в вашей жизни разрушится, оно приведет к новым, прекрасным, ярким, с яркими впечатлениями и с карьерными вершинами в вашей жизни перемены. И об этом говорит Вселенная, видите, здесь богиня природы. Она Вселенная уже за вас решила и придумала, как украсить вашу жизнь в золотых одеждах, золотых, скажем, с финансовым благополучием. Потому что здесь все-таки, может быть, у вас была главная тема, как стать финансово обеспеченной. И здесь предложение какое-то поступит. То есть то, о чем вы мечтали в отношении любви или денег, Вселенная уже нашла новые способы, новые варианты, чтобы это изменить. И поступит, например, телефонный звонок, и вас пригласят либо на любовную встречу, романтическую встречу подругой, или кто-то там скажет, пошли туда-сюда, и произойдет встреча, знакомство с человеком интересным. И, то есть, все перемены будут приятными и интересными. Дальше у нас Козероги. Наконец-то я до вас добралась, дорогие мои Козероги. Посмотрим, какая карта здесь выпадает вам, дорогие мои Козероги. Карта правосудия. Ну, здесь что-то будете вывешивать, анализировать. Но выровненные весы. И это взвешивание дальше у нас. Это решение. Туз Кубков. Это безграничные возможности. Это документы. Это оформление документов. Это решение какое-то. И это чаша, к которой вы можете подойти и взять. Вселенная говорит, подойди и возьми то, о чем ты мечтаешь. Это карта Туз. Чаша об этом говорит. Бог искусства. Ну, да. Вот надо было этой ей карте. Ну, ладно. Если такая карта выпала, она говорит о том, если Бог искусства, художник, который хочет в вас проявить себя, значит, здесь что-то вы будете о творческих моментах, какие-то вам же, что жизнь предлагает. Это может быть переезд, это благоустройство дома, это строительство. То есть вы сейчас погружены в творчество. И как художник думаете, как же эту стену украсить? А как и здесь сделать? А в каком месте купить? Где это красиво? А где некрасиво? Я вот хочу так, вот хочу так. Вот здесь, видите, вот эта карта говорит о том, что что-то легко решается, покупается, продается. И вот эта карта, как все-таки карта правосудия, это весы. Это вот как раз, наверное, весами у нас управляет Венера. И вот здесь действительно приятные события, которые в вашей жизни сейчас произойдут, они будут судьбоносны в плане профессиональной деятельности. То есть переедете, значит, вы работу должны поменять. Опять, то есть вы полностью будете погружены в творчество, в своей голове анализировать и искать. А где мне быть? А где мне хорошо? А что я хочу делать? Вот это как раз творческие мысли, которые в голове будут. А как это больше денег заработать, проявить себя там или здесь? И вот здесь вы полностью будете погружены в то красивое, то, что жизнь предлагает во всех направлениях. И в любви, и в финансовое благополучие, и переезд, и покупка, и продажа. Все будет идти по закону. Ведь пять планет, которые находятся сейчас в вашем знаке зодиака, это стеллим. И сейчас нет ни одной ретроградной планеты. Все они в прямом движении. И нам легко совершить то, о чем мы мечтаем. И исполнить то, что мы задумали. И это великолепно. Если вот этот бог искусства, который говорит, я открываю все тебе, пожалуйста, использую все свои возможности и перспективы, которые я только поддерживаю тебя, говорит этот бог искусства. И здесь туз-чаш, карта безграничных возможностей, это просто прекрасные возможности, которые жизнь предлагает легко, отныне, легко и свободно произойдет то, к чему вы стремитесь. Но прежде всего, я говорю, это и оформление документов, и продажи, и это финансовое благополучие. Видите, здесь вот все удовлетворяет. И этот туз-чаш говорит, бери то, что дает сегодня небесный канцелярий. Это твое козерог, это ваше. И используйте все как мудро, но все будет с удовлетворением, как художник. Радуется ту картину, которую он пишет, и результату, который он добивается. Вот вы сейчас начнете творить свою жизнь с новой картинкой жизни. И все будет вам нравиться. Люблю вас, обнимаю. Обязательно подпишитесь на мой канал, поддержите, друзья мои, если вам понравится, как я веду канал. А я буду стараться и готовиться к следующей теме. Также немаловажной и интересной. Буду смотреть, где планеты, и как они повлияют на вашу жизнь, и на вашу судьбу. Так что готовьтесь. Люблю вас, обнимаю. И до новых видео, друзья. Пока.